В Татарск участники акции, пропагандирующей мир, дружбу и единство, прибыли 18 августа, сделав небольшую остановку возле РДК Родина. Движение зародилось в конце 80-х годов прошлого века в Америке. Его основал религиозный проповедник и общественный деятель Шри Чин Мой, который, выйдя из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, побежал с факелом в руке, чтобы пропагандировать идеи гармонии и мира на планете. Идея получила развитие, и за несколько десятилетий бегуны с флагом побывали более чем в 150 странах по всему земному шару, давая возможность всем желающим прикоснуться к факелу. Основные участники эстафеты – волонтеры из числа спортсменов-энтузиастов и профессиональные атлеты. За время существования эстафеты ее участниками стали многие известные личности. Факел и флаг побывали на Северном полюсе, в вершине Эльбруса и даже на Международной космической станции. Эстафета традиционно одновременно стартует в разных точках земли. В нашей стране она проводится с 1991 года по нескольким веткам. Татарск традиционно становится одним из пунктов на маршруте эстафеты добра. Этот год не стал исключением и в середине августа на площадке возле РДК Родина собрались юные и взрослые жители, чтобы поприветствовать бегунов, прикоснуться к флагу и приобщиться к идее мира, взаимопонимания, активной жизненной позиции и здорового образа жизни. Факел в Татарск принесли участники одной из семи веток – российско-казахстанской. Их маршрут пролегал через Омскую и Новосибирскую области, Алтайский край, Павлодарскую и Восточно-казахстанскую области. За месяц участники эстафета из России, Казахстана, Латвии и Белоруссии преодолели 3438 километров. Мы стартовали 22 июля, сегодня близится наш финиш, мы почти месяц в дороге передавали факел многим-многим спортсменам, детям, гражданам России, Казахстана, администрациям. И у всех одинаковые реакции на факел, у всех одна и та же. То есть это спорт, это мир, это дружба. И это нас вдохновляет из года в год проводить маршруты. И вот один такой маршрут у нас называется российско-казахстанский. Из многих маршрутов по России, которые уже прошли, это по Уралу, по Приволжской, Московской, Ленинградской области. Теперь здесь североказахстанский наш маршрут. И также еще будет крымский. И эти все маршруты, они в этом году, они объединят очень многих людей. Стремление к миру, гармонии, спорту, здоровому образу жизни. Татарск. Татарск это наш... Вы уже не просто друзья, вы уже ближе. Это уже одна семья. Потому что мы много раз уже через Татарск пробегали. И всегда мы видим вот такие радостные встречи, таких веселых людей. И спасибо всем вам. Особая благодарность команде татарской, которая нас встретила за 40 километров отсюда. По традиции команда наших спортсменов встретила гостей на границе района, чтобы помочь им нести символ гармонии и мира по родной земле. Вместе они прибежали до центра города с факелом в руках и под флагами своих стран. Бегу в эстафете этой уже более трех недель. Я присоединился 26 июля. Я любитель бега. Бег ради здоровья. Вот такой у меня девиз. Участие в этой эстафете, во-первых, дает хорошую физическую форму. То есть поддержание, укрепление здоровья. Ну, во-вторых, это большой, очень позитивный такой эмоциональный фон. Мы как бы на природе находимся. А когда забегаем в населенные пункты, нас встречают торжественные встречи. Добрые люди встречаются. По традиции, каждый из присутствовавших прикоснулся к факелу и без сомнения ощутил свою причастность к большому делу. Задумался о том, какой вклад он может внести в дело мира и согласия на земле. Участники эстафеты являют собой наглядный пример спортивного, здорового образа жизни. И в завершение встречи вместе с детьми они поучаствовали в подвижной эстафете. Уже на следующий день отдохнувшие атлеты снова отправились в путь и ждала Омская область.